Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Итак, что я делаю сегодня? А, девчоночки мои дорогие, я сегодня готовлю вот такой вот незаменимый напиток от ОРЗ, ОРВИ, от гриппа, от простуды. В общем, сейчас пик респираторных заболеваний связан с переменной температуры. И организм адаптируется к новым погодным условиям у нас, я не знаю, как у вас. Очень хорошо применять для борьбы с простудой вот эти все ингредиенты. Что это за ингредиенты? Ну, во-первых, мой самый любимчик, который всегда у меня есть, я всегда его использую, это вот он, дорогой наш имбирь. Вот он, имбирь я всегда использую. Он от простуды, гриппа просто незаменим. А еще он снижает, девчоночки, температуру. Он подавляет болезнетворные бактерии, вирусы, придает силы организму. После лечения им проходит головная боль, слабость в организме, поэтому это обязательно надо. Теперь, девчонки, самая большая ошибка, это когда вы начинаете лечить своего ребенка вот этим, когда он болеет. Это постоянные напитки. Вот все, которые я делаю напитки, я делаю с малины, очень часто, с замороженной вишней. И добавляю туда всегда практически имбирь. Кто смотрит мои видео, тот знает, что имбирь это мой хороший помощник. Я его и в мясо, и в другие блюда, везде-везде добавляю. Вот этот вот красавец мой любимый. Итак, он вообще, как никто другой, вобрал в себя большее сочетание лекарственных качеств. И еще, после лечения им проходит неприятная тяжесть в желудке и другие симптомы. Действие имбиря от простуды объясняется тем, что он улучшает кровоснабжение. Особенно в ногах, руках нормализует дыхание. В целебном растении содержатся полезные эфирные масла. Происходит снабжение организма натуральными элементами, что ускоряет процесс выздоровления. Вот такой вот имбирь. Он применяется как ветрогонное, отхаркивающее, патагонное, ранозаживляющее, обезболивающее, тонизирующее, спазмолитическое средство, бактерицидное, желчегонное средство. Он хороший антиоксидант, он хорошо успокаивает. Всегда, всегда имейте у себя имбирь. Вот у меня уже закипает чайничек. А я вам еще и половину не рассказала качества. Ну, в общем, у меня есть про имбирь очень много всего. Вы прекрасно можете посмотреть и послушать. Следующий ингредиент, который я использую, это облепиха. В первую очередь, благодаря высокому содержанию витаминов А, В1, В3, С, облепиху считают прекрасным средством в борьбе с весенним авитаминозом. И с осенне-зимним ОРВ, ОРЗ, гриб и прочее. Тут отвар вообще необходим. И еще, я использую, девочки, облепиховые листья. У меня любой чай очень часто бывает на основе облепиховых листьев. Он быстро успокаивает кишечные всякие нехорошие процессы и может ускорить пищеварительные процессы. Поэтому я использую их в основе любого своего чая. Это очень хорошее средство для того, чтобы избавляться от лишних жиров в организме. Вот. И еще, это незаменимое средство при простуде, воспалении горла. Именно горла. Вот рекомендую смешивать ягоды облепихи с медом при лечении сухого кашля. Я не врач, меня часто спрашивают. И никогда врачом не была. Я лишь дочь врача и сестра врача. Но я увлекаюсь травами, ягодами, растениями и всем тем, что создал Господь Бог. И я подробно пытаюсь изучить каждое растение, совместить, соединить и использовать в каждодневной своей жизни. И не только своей, но и своих близких. Очень помогает. Мы не болеем. Слава Богу, мы не болеем. Это из года в год. Но, девочки, это старательный труд. Это делать надо не когда кто-то заболел уже. Тогда уже вы просто облегчаете течение болезни. А постоянно. Это каждодневный титанический труд. Вы должны каждый день посмотреть, а что сегодня я дала своему ребенку, мужу, маме, ну, всем, кто вас окружает, чтобы они не болели, чувствовали себя хорошо и более-менее спокойно. Вы посмотрели на свои ингредиенты, что у вас сегодня и успокоились. Сегодня они приняли свою дозу витамин и вы спокойны. Так что это облепиха. Еще я люблю калину. Сегодня я собирала утром калину. Сейчас я ее буду готовить. И каждый день у меня неделя будет калины. Ну, и, естественно, в сочетании с другими вкусностями. Итак, ну, калина обладает успокаивающим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, мочегонным и вяжущим действием. У кого кашель, вот, чтобы вяжущая слила была. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, плоды калины положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Регулируют артериальное давление, девочки. Сок и отвар ягод пьют как мочегонное средство при отеках сердечного происхождения. Вы знаете, что бывают отеки сердечного происхождения. Вот в этот момент она хорошо помогает, именно калина. При склерозе сосудов, есть склероз сосудов, запоминайте. Вот, ну, а лимон, он богат витамином С, да, и вообще многими кислотами и эфирными маслами. Поэтому он нам тоже необходим, особенно для мозга. Не только как от простуды, но и для мозга. Вот такое вот у меня сегодня красивое, хорошее сочетание. А теперь давайте мы все это... В конце я обязательно, девочки, добавлю, обязательно добавлю... Сейчас я поставлю здесь, вот так, чтобы вам было видно. И у меня закипает чайничек. Я поставила здесь кастрюльку, и в конце у меня обязательно будет корица. Корица, но только в самом конце. Для аромата, для вкусности, и она прекрасно тоже поможет нам от простуды. Смотрите, здесь я термос держу. Сейчас у меня закипает чайничек. И вот, посмотрите, я ставлю кастрюльку. Теперь я зажигаю у вас. Так, готово. Забрасываю все вот эти ингредиенты. О, уже сок дал. Имбирь уже сок дал. Красиво, красотулечка. Так, и заливаем. Есть, поехали. Кипяточком зальем. Какой чай будет у нас. Сейчас калина отдаст свой цвет. Облепиха тоже даст желтенький цвет. Потом еще и корицу добавим, коричневый. Вот так вот. Я делаю много. Так, раз. Все. Теперь я доведу, пожалуй, до кипения. Доводим до кипения. В этот момент, пока у меня вот в таком состоянии, я помогаю. Я разминаю вот так вот об стенку. Разминаю об стеночку кастрюли. Разминаю ягодки. Долго это не будет продолжаться. Всего 2 минуты. Потом я выключу. И оставлю настаиваться. Ой, как хорошо. Когда у меня настоится и немножечко остынет, нужно, чтобы остыло, девочки. Я добавлю туда мед. Вот у меня мед уже на готове. И уже с медом, в чашечку добавлю мед. И уже с медом буду из корицы, буду подавать своим любимым. Ну, а я вас всех люблю. Целую. Будьте здоровы, не болейте. И обязательно делайте вот такие вот имбирные чаи-напитки, чтобы ваши родные и близкие получали необходимые витамины и никогда-никогда не болели. Не надо это делать во время болезни. Надо это делать всегда, каждый день. Смотрите и думайте, а что сегодня они получили от того или для того, чтобы не болеть. Ну, а я вас всех люблю. Целую. С вами была ваша Катя. Пока-пока. Не болейте. Будьте здоровы.